Ребятки, всем привет! С вами Александр, Мир Южского периода, и это наш супер-крутой, мега-модифицированный Тираннозавр Рекс. Вот такой вот красавчик, как видите, он у раскраски такой коричневый, раскраска у него совсем другая, отличная от оригинала. Вот такой вот у нас просто супер-супер Тирекс, он похож на Тирекса из Мир Южского периода The Game, да? Такой коричневый, ну только там он больше оранжевый, а здесь такой более коричневый, и он просто ненасытный. Он сожрал одну козу, и походу сейчас он сожрет еще одну козу. Он просто жрет все, что видит, то есть он будет убивать всех, как Индоминус Рекс в фильме первом Мир Южского периода, то есть он просто все, что видит, все убивает, ребята. И что мы с ним будем делать? Давайте сейчас посмотрим, какая у него генная модификация и прочая площадь Лабуда. Геном в соответствии 95%, то есть у меня еще не 100% ген, но уже скоро мы сможем вывести Индоминуса, не так уж долго осталось. Так, продолжительность жизни у него высокая, возраст 22, проживет 92, то есть еще нормально ему жить в 3 раза дольше, чем он прожил. Ну, гены отвечающие за атаку, у него 162, за защиту 62, то есть видите, в кавычках, это что мы модифицировали. Так что, в общем-то, у него все отлично, и рейтинг 491, звездочка, ребята, и модификации на плюс 267. В общем, Терекс у нас крутой, но в этой серии у нас будет не только Терекс, мы сейчас устроим еще дуэли, ребята. У нас появился новый динозавр, это, это кто? Это Стирокозавр, ребятки, мы насобирали уже у него 66%, давайте поставим его на выведение. То есть, пока он у нас здесь выводится, мы выполним парочку, парочку простых заданий. Так, нам нужно взять машинку безопасности, управлять. Так, это у нас тут Цератозавры, прикольно, смотрите, как зри, прямо вот вы представляете себе, в реальной жизни так Цератозавра увидит за решеточкой, куда можно руку просунуть, и он непременно ее откусит. Так, мы едем в наш загон с Трицератопсами и этими ребятами, как там, Стирокозаврами, не, Тарозаврами. Тарозавры, нам нужно сделать фотографии, на которой будет... На которой, в общем-то, должно было быть, ребятки, хотя бы три Тарозавра. Сразу перезаполним кормушку, вы, кстати, когда наводите на кормушку, там написано, сколько как бы в ней еды осталось. Ну, это нужно быть в управлении транспортом, вот так вот, смотрите, вы смотрите на кормушку и видите, пополнить кормушку для травоядных для трех штук, то есть еще есть какой-то запас. Десять тысяч, ну, для травоядных стоит недорого, давайте сейчас подъедем вот к тому хищнику, там у меня Цератозавр с рапторами ходит, а, немножко нам не хватает, ну и ладно. Ну и ладно, тут появилась у нас, кстати, козочка, и козочку никто не хочет есть. Никто не хочет есть, давайте выполним следующее наше задание, у нас довольно прикольное задание есть, нужно вырастить и продать три Драко Рекса. Вот здесь находятся мои любимые, любимые, любимые длинношей, у них, смотрите, какая-то конференция, они мне напоминают Энтов, вот стали таки, солью, и думают, что же нам бы сделать. Так, им немножко леса не хватает, так, ой-ой-ой, то есть вдвоем им было хорошо, а втроем им вот как-то немножко не хватает. И знаете, что я думаю, мы это можем поправить. Какой у нас здесь забор? Забор у нас электрический, потому что здесь у нас были рапторы. Давайте мы сделаем вот так. Так, возьмем забор, электрический, и его вот так вот сделаем. Так, ну, перед этим нужно убрать дорогу. А если я уберу врата, то все нормально будет, то есть у нас дырка не появилась. Мы сделаем сейчас расширение нашего... Ну, какие помехи тут присутствуют? Давай вот так, стройся. Надеюсь, это поможет. Добавим сюда сейчас пастбище. И, конечно же, добавим леса. Так, вот им должно было стать сразу хорошо. Но нужна ли нам здесь дорога? Нет, здесь нам общая дорога не нужна. У нас и так с ней все хорошо. Кто-то у нас там умер. Умер Эдмантазавр. Ну, это не беда, ребята. Мы вызываем службу перевозок и забираем ее. И переходим к нашему основному заданию. Нам сейчас нужно будет выпустить трех ненавистных мною динозавров. Я их не люблю еще с... Второго острова, по-моему. Как он там называется? В общем-то... Не, Мотенсерс это это. Муэрто, да? По-моему, остров там, где такая полусумерки. Не сумерки, такой, да. Желтоватый закат, для рассвет, что-то вроде того. Почему я их не люблю? Потому что они сволочи, очень агрессивные. Когда их... Их нужно тоже минимум трое. Это как в случае с кем. Давайте сейчас вспомню, кто у нас вообще не может жить поодиночку. А, вот эти вот наши новенькие динозавры, которые мы впервые вывели в прошлой серии. Китайские. Вот эти вот. Цинтоазавры. Просто тоже бешеные звери. Ну, собственно говоря, какие хуаянозавры. То есть, если их меньше трех, то это просто жесть. Они у меня убегали каждых пять минут на том острове. Но мы здесь выпустили их не просто так. Их выпустили для того, чтобы усыпить сразу. Так. Ну, а где еще один? Вы не переживайте. Хотя им здесь, смотрите, довольно комфортно. Но, видите, даже два штучки им как бы не прикольно. Давайте возьмем управление вертолетом. Да ладно. Надеюсь, ему хватит одного дротика. Да, ему хватило. Шустрый гад. Мы довольно высоко находимся. Но сейчас мы его подстрелим. Аааа! Вот это было выстрел. Эпический. Так. Главное, Брахика не подстрелить. А то было бы не прикольно. Ах! Наугад. Выстрел наугад. Блин, миллиметра не хватило. Давайте подлетим поближе. В лодочку попал ему куда-то. Ожидается неблагоприятная погода. Так. И... Все. Думаю... Или он... Или он выжил. По-моему, работа сделана. Нет. Все. Отлично. Теперь нам нужно их продать. Чтобы продать, нужно вызвать службу перевозок. И нажать R. Втыкаем на второго и нажимаем R. Так. А где наш третий? И вот третий. Лежит он такой мелкий, незаметный. Гаденыш! Вызываем перевозку. Втыкаем. И нажимаем R. Выдвигаюсь на дворах. А, люблю смотреть на брахиозавров, когда идет дождь. Это просто что-то с чем-то, ребята. Неимоверное наслаждение. И тут еще вертолеты. Проезжает мимо Монориэльс. Ух, какая крутая движуха. Так. Вам, надеюсь, хорошо, ребята? 100%. И лес, и пастбище. Всего хватает? Да, не зря я расширил ту территорию. Все прекрасно. Так, доходность нашего парка подросла. Не налюбуюсь. Вот. Под дождем они божественны. Идет, шагает как. Ах, какая красота. Так, давайте где-то сейчас кормушечку обновим. И пойдем. Что сделаем? Выпустим наших новых динозавров. Так. Вот здесь у нас, ребятки, тоже обновление в парке. Это круто. Это паразаураловы. И нам дали награду за репутацию. Инновационный центр. Крутой какой у нас паразаураловик, ребята. Так, давай, давай, продвигайся. Так, их тоже, даже, мне кажется, троих будет мало. Так, главное, чтобы вы не начали ломать. Здесь крепкий бетонный забор. Динозавр предназначен для Индоминуса. Но Индоминус его тоже, тоже легко разломает. И потом еще, вы знаете, что... Этот контракт мне нравится. Выпустим нашего стеракозавра к тиранозавру Рексу. Так, выпустите динозавра в виде Дейноник с модификацией старения мозга. Так, сейчас посмотрим, как эти ребята будут себя вести. Их двое, трое. Паразауралов. Мы находимся, как вы поняли, на первом нашем острове. И все динозавры, которые выходят с инкубатора, у нас просто хотят жрать и хотят пить. И, кстати, жрать им здесь нечего, как обычно. Так, ну вот теперь им должно быть вообще все шикарно. Их здесь трое. Давай. Ну? Статистика. Так, лес, пастбище. Ну территорию здесь более чем достаточно. Но смотрите, мне кажется, им даже троем как-то не супер комфортно. Нужен еще один минимум. Четверо. Ну давайте поставим на всякий случай двое, а то они же любят умирать у нас. Так, и дейнонихи. Нам говорили про дейнониха, в дейнонихе у меня, по-моему, здесь обитают, ребята. Вот. У меня их три штучки. И нужно с модификацией вывести дейнониха. Давайте сейчас проверим наше задание. Это у нас в контракте, что ли? Дейноних с модификацией старения мозга. Давайте посмотрим, доступна ли нам такая модификация и сможем ли мы это выполнить в задании. Дейноних модифицирован геном. Так, у нас он модифицирован. Так. О, это раскрасочка. У нас появились раскраски. Давайте сделаем раскраску ему. Так, что-то там с мозгом было. Интуитивное обучение, здоровое пищеварение. О, старение мозга. А какая версия там, без разницы, да? Надеюсь, версия 3.0 подойдет. Это будет у нас какой-то супер боевой, ребята. Кстати, вот эту ветку, по-моему, вообще не использовали. Ну, вот он самый такой у нас рейтинговый. И сколько он стоит? Миллион триста, ребята. Это вообще капец. Так, давайте посмотрим, что у нас еще есть. Таразавры есть. Майазавр, ребята, мы еще его не видели. Посмотрим скоро. Пахицефалозавр уже есть. Пахицефалозавр уже есть тоже, мы его еще не видели. Но сейчас мы сделаем стиракозавра, ребята. И стиракозавр у нас пойдет сразу на пропитание тиранозавра рекса. Вот он у нас здесь и есть. Давайте его выпустим. Красивый гребень, много шипов. Но посмотрим, помогут ли они в бою с тиранозавром. Перед вами стиракозавр или шипастый ящер. Причина, по которой он так назван, очевидна. Смотрите, что-то как-то не шибко агрессивный тиракс. О, ну, по-моему, пошла заруба. Так, ну тиранозавр у нас супер прокачанный. У стиракозавра нет шансов. Моментальный вызов укуса. Кто бы сомневался, ребятки. Если хотите создать условия, в которых динозавры действительно будут вам доверять, иногда им нужно давать свободу. Пусть делают, что хотят. Даже если они хотят убивать. Потому что им нужно именно это. Ну, мы это и сделали. Так что наслаждайся, мой любимый тиранозавр. Кстати, давайте... Давайте мы сейчас сами сюда приедем и поменяем еду и тиранозавру, и динонихам из одной их и выпустим. Так, управлять. Никогда туда не ездил. В такую даль своим ходом. Это, в общем-то, новая территория в парке. Раступись! Отвалите! Отвалите, отвалите, отвалите! Так, вот вольер. Это вольер с тиранозавром. Этот или нет? Или дальше? Нет, дальше все-таки. По-моему, у меня въезд с правой стороны. Во-во-во, вот ворота. Смотрите, какие толпы людей. Не дай бог к Тирексу вырваться, он сразу сколько трупов здесь наложит. Так, как он будет себя вести по отношению к нам? Это он так... Ну, давай, давай. За минуту до смерти называется фотография. 37 тысяч. Получилось? Конечно же получилось. Давайте в него пальнем. Репарат не действует. О, кстати, это, походу, его отогнало. Попал! Ха-ха-ха, ребята! Я попал. Так, пора валить отсюда, пока тиранозавр добр и нас не сожрал. Мне, кстати, эта ситуация вспомнила... Вспомнила мод к игре Jurassic World... Jurassic Park The Game, помните? Там, где разыгрывалась сцена с Тирексом. Ну, на канале найдите очень приятную сцену. Там еще вставочки с фильмов я делал. Очень приятно посмотреть, вспомнить, как это было. А мы едем к Дейнонихам. Только вот есть один нюанс. Я не помню, где здесь врата. И есть ли они вообще здесь. Наверное, здесь нету. И тогда нам нужно это срочно исправить. Управлять. Так, Дейнонихи у нас, ребята, умные. Посмотрим, как они себя сейчас поведут в нашем присутствии. Че крякаешь? Ах, прекрасная фотография. Еще и денег может заработать. Кружат, кружат, окружают нас. Но мы здесь не из-за этим. Мы здесь за тем, чтобы выпустить гена модифицированного и прокачанного. Ну, вы поняли, какие они. Ах, ты ж, е-мое. Придется подождать, ребята. Миллион. Пошел коту под хвост. Шанс очень высокий. То есть, живучесть 10%. Оу. Шанс на успех. Я не обратил внимания, что он у нас такой дохлый. То есть, вот это я ему генов. Он самый крутой по рейтингам. Но шанс его вывести в один из трех сейчас. Даже сейчас, ребятки. Так что я тогда выключусь. Подожду, когда она получится. И скажу вам, с какой попытки это получилось. И пока, ребятки, вы ждали. А я работал. У нас получилось вывести не только от Дейнониха. В этом у меня была, по-моему, третья попытка. Вот этот с шансом 10. Потом я зашел, отмодифицировал. И все-таки, чтобы у него шанс был 59. Давайте сейчас мы вспомним, как выглядит у нас обычный Дейноних. Вот так вот выглядит у нас эта парочка. Смотрите, парочка какая веселая. И по очереди идут. Хвостиком друг друга гладят по мордочке. Сейчас, сейчас. Давайте выпустим сначала этого нашего. Он будет другой. Давайте смотреть, какой же он будет. Оооо, такой вот зелененький. Зелененький он был. В траве сидел кузнечик. Совсем как огуречек. Ооо, это да. Такого, такой Дейноних, ребята. Я помню, у меня был на наклейках. И все, что ты можешь сказать, это шедевр. Это шедевр. Так, где там твои братья? Давайте, встаньте как-то вместе. Ладно, давайте мы выпустим второго. Посмотрим, может он чем-то тоже будет отличаться. Так, держать. Ну, по раскраске он такой же, но не по боевым своим характеристикам. По боевке он уступает. Чужого напоминает. Помните, как чужой? Так. Ну, вот такие вот у нас ребята. Куда-то они все так дружно разбрелись. Так, надеюсь им там прекрасно, хорошо. Им нужна популяция побольше. Вот. Ооо, все больше, чем сейчас. Их нельзя на эту территорию выпускать. Иначе они начнут грызть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь штук. Представляете, они убегут, тут сожрут пол парка, ребята. Пол парка смогут съесть. Давайте сейчас посмотрим, что у нас тут седой. А, седой у нас, конечно, у тираннозавра какие-то проблемы. Он просто все сжирает подчистую. Выполняю запрос о пополнении припасов. Так, ну, у нас еще случилась очень, очень хорошая новость, ребятки. Нам никогда не помешают средства. Это наш шанс немного заработать. И знаете, что это? Давайте мы зайдем сюда, в Альвер к Тирексу. И 100% генов тираннозавра собрано, ребята. А что это значит? Это значит, что мы заходим в исследование. Мы заходим... Так, генетические исследования. И вуаля! У нас доступен ген Индоминуса Рекса, ребята. Значит, в следующей части мы выведем Индоминуса. У нас уже для него все есть. Давайте мы, кстати, исследование-то запустим. Сколько оно стоило? Не обратил внимания. Это займет не так уж много времени. А пока что мы сейчас разберемся с паразаврами. Вот что вам не так? Смотрите, их здесь сколько штук? Их здесь раз, два, три, четыре, пять штук. И им как бы мало общения, ребята. Видите, проскакивает. На нижней зоне у них общительность. Их нужно иметь еще больше. Но пока что давайте мы выпустим сюда стиракозавров. У нас будет два обычных и один модифицированный. Давайте сейчас будем на них смотреть. А то первого же нашего стиракозавра съел теранозавр. Как-то не прикольно. Давайте же полюбуемся, какими они были. То есть стиракозавр мне нравится даже больше, чем тресератопс. Вот как-то. По внешнему виду. Так. Ну, конечно же, он хочет пить. Давайте сразу выпустим второго. И, по-моему, третий у нас будет отличаться по раскраске. Ах, какой красивенький. Какой красивенький. И нарисован он, как по мне, намного лучше, чем тресератопс. Смотрите, у него какая бугристая кожа. И немедленно выпускаем следующего. Так, ну, что-то он как-то не отличается никак. Может, я что-то напутал? Так, ну, давайте тогда зайдем еще раз в геном и проверим. Может, просто это модификация какая-то. Он модифицирован. Ген использован. Вот есть обычный. И такой. Ну, ладно. В общем-то, ребяточки, ну, на этом мы серийку заканчиваем. С вами был Александр. Всем спасибо за просмотр. И до скорых встреч. Нас ждет Индоминус. Так что не забудь подписаться и поставить лайк. Всем пока. Продолжение следует. Продолжение следует...